Дорогие коллеги, вашему вниманию предлагается еще одно постановление Съезда Народных Депутатов. Вдохновение для написания этого документа дал нам Владимир Владимирович Путин. Он, когда был саммит Большой Семенки, который принял решение использовать золотовалютные резервы, арестованные Российской Федерацией, в качестве обеспечения и источника текущих иннуитетных платежей для выделения кредитов 50 миллиардов евро Украине, пообещал новую волну конфискаций и отъемов собственности внутри России компаниями, которые происходят из этих стран Большой Семерки. С одной стороны, для нас, конечно, приоритетом являются права наших собственных граждан. Но, тем не менее, это, я считаю, хороший повод для того, чтобы обратить внимание на эту конкретную проблему, которая неразрывно связана с санкционным вопросом. Когда мы с вами говорили про стратегию победы, я упоминал, что одной из главных проблем санкционной политики относительно внутренних экономических санкций в России в том, что существует сейчас международный эффективно очень работающий, например, украинский шейм-лист, список позора, который заставляет иностранные компании уходить с территории Российской Федерации, уже сейчас действует ряд постановлений внутри России, там указ президента есть о конфискации этих компаний и так далее. По сути дела, та ситуация, которая есть сейчас, работает на то, чтобы помогать самому путинскому режиму. Потому что эти компании бегут, они продают свою собственность за 3 копейки. Чаще всего они продают это специально назначенным собственникам. Мы знаем пример, там, значит, из окружения Рамзана Кадырова, там, забрали себе Данон, например, то есть качество компании. Ну, таких примеров очень много, то есть есть и чисто русские предприниматели, есть этнические предприниматели, неважно, важно, что своим, да, то есть это дело сдать. Существует ряд притворных сделок, которые совершаются, ну, там, например, есть сделка, которую совершила корейская компания Hyundai относительно завода в Ленинградской области. Ну, и вот таких примеров много. Все это порождается тем, что, значит, нету никакого правового документа, к которому нужно было бы к этим компаниям приходить и говорить, а что вам, собственно, ребята, надо делать. Они пытаются в качестве результат спасти хоть какие-то деньги и совершают вот эти вот сделки за бесценок, тем самым легитимируя отъем собственности. Для того, чтобы вот эту историю, понятно, что мы, наверное, не прекратим, но хотя бы попробовать, и вносится вот это вот самое постановление, которое устанавливает несколько простых вещей. Первое. Мы квалифицируем происходящее именно как незаконный отъем собственности. Мы признаем, что с точки зрения Российской Федерации это нарушение международных соглашений о защите прав иностранных инвестиций, в которых участвует Российская Федерация. Потому что Путин говорит, что у нас форс-мажор, и поэтому мы их не признаем. А так бы они сами согласны, что эти действия нарушают эту историю. И мы говорим этим компаниям, как себя надо вести. А именно, мы им говорим, вы останавливаете свои производства, не платите налоги в бюджет агрессора. То, что у вас собственность на территории России есть, но вы не платите с него налоги, это уже основание того, что вы в шеймлист не попадете. Вас не нужно включать от того, что у вас там соответственно осталось производство, которое вы закрыли на ключ. Но если у вас после этого к вам придут и будут это конфисковывать, то мы вам потом вернем. То есть альтернатива для компаний простая, потому что если они не пойдут на то, что мы говорим, это означает, что они там возьмут себе сейчас три копейки, но право потом на возврат этой истории потеряют. А если вы займете позицию принципиальную, то вы потом получите назад все. Вот смысл этого самого постановления. Продолжение следует...